Угадай мелодию Ух ты! Круто, вообще здорово! Здравствуйте! Здравствуйте, Виталий Владимирович! И его постоянный оппонент Виктор Федорович Янукович! Видели, какой я бальник? Видели, да! Виктор Федорович, тогда первый вопрос к вам. Скажите, вы вообще по жизни меломан? Слушайте, ведущий, мы же договаривались, что из неизвестных слов только будет оппонент. А, понял. Тогда, наверное, повторюсь. Я уже говорил, что программа называется «Угадай мелодию». Соответственно, в ней надо что? Угадывать. И так все понятно. Не надо разжевывать. Мы же не дураки. Конечно. Странно. Ладно, тогда, с вашего позволения, я повторю правила для наших зрителей. Пожалуйста. Дорогие друзья, у нас есть четыре категории. Хиты девяностых. Тяжелый металл. Чугун. Что чугун? Вы сказали «тяжелый металл». Я ответил «чугун». 1-0. Нет, я имел в виду «тяжелый металл» — вторая категория. Свинец. При чем тут свинец? Свинец — это тяжелый металл второй категории. 2-0. Какой металл? Какой свинец? Я говорю, тут песни надо угадывать. А, так вы же сразу не предупредили, песни так песни, давайте. Можем начать? Конечно. Давайте начнем. Итак, поехали. Подождите, я не понял, а что происходит? На свете, а просто зима. Просто зима, полагаете вы? Полагаю. 3-0. Виталий, а ты что офигел? Не перебивай меня. Не перебивай. Я сегодня как железо. Кстати, тоже тяжелый металл. 4-0. Так, Виталий, хватит. Я устал. Хочу любви. Да так, чтоб навек. А ты паришь секс. 4-1. И вы помолчите. Это чего? Я так хочу. Чтобы лето не кончалось. Чтобы она за мною мчалась. За мною вслед летом. Перестаньте. 5-2. Успокоились? Да. Давайте все-таки начнем сегодняшнюю игру. Давайте. Итак, Виктор Федорович. Да. Внимание на экран. Выбирайте категорию. Но Виктор Федорович не ищет легких путей. Поэтому я хочу выбрать категорию, связанную с высшей математикой. Что-то не пойму, это какую? Здравствуйте. Ну, вон написано. Хиты 90-х минус х. Не-не-не. Вы не поняли, Виктор Федорович. Хиты 90-х. Буква Х в конце просто. Х? Да, но 90-е. 90-е вы помните? Тоже не помнит лихие 90-е. Всю братву помню. Саня Белый, Серега Миротворец, Йопа. А, блин. Ха-ха. И времена были. Ладно. Выбираю категорию кенты 90-х. Давай. Нет такой категории кенты 90-х, Виктор Федорович. А какая есть? Может, посоветуете? Возьми попури. Что? Попури. Ну, я вообще, блин, 20 лет не пурил уже. Ну, один раз можно. Давай цибаретку, давай. Виктор Федорович, Виталик спортсмен, он не курит. Давайте я вам помогу. Давай. Мне кажется, близкая вам категория. Четвероногие друзья. Вон. Смотрите. Чего? Ну, четвероногие друзья. Хорошая категория. Слушайте, ну, подождите. Но я всех своих друзей знаю. Да, есть разные. Есть с тремя пальцами, с одним ухом. Но что, четвероногие? Виктор Федорович, имеется в виду друзья-животные. Конечно. Виталик, они умничают. Да, среди моих друзей есть животные. Но они все с двумя ногами. Ну, ладно. Ну, если вы настаиваете, пускай будет эта категория. Отлично. Итак, категория четвероногие друзья. Слушаем первую мелодию. Все очень просто. Виталий? Что же это может быть, а? Господа, я напоминаю. Категория о животных. Да-да-да-да-да. Животные. Так-так-так-так-так-так-так-так. Даю подсказку. Это собачий... Хорошая подсказка. Виктор Федорович, давайте подумаем, что может быть собачий. Нет, ну у меня есть один вариант на букву «Х». Виктор Федорович. Собачий... Виктор Федорович. Я имел в виду холод. Ну, собачий холод. А, извините, извините, извините. Я просто думал, вы другое сейчас. Нет-нет-нет, то моржовый. Нет-нет-нет, Виктор Федорович, я вас прошу. Нет, это не холод. Может, лишай? Правильно говорить «залишь», если вы решили перейти на украинское. Правильно говорить «облыш», если вы решили говорить украинское. Облыш «залишь». Тем не менее, друзья, даю последнюю подсказку. Это собачий танец. Танец. Собачий танец. Подождите, как передача называется? Угадай мелодия. Так а что мы танцы должны угадывать тогда? Господи, да перестаньте. Ну, это собачий вальс. Ну, простой ответ. Собачий вальс. Вы что, не знаете, что такое вальс? Нет. Ну, как? Ну, венский вальс. Вальс и штрауса. Ну, что? Ну, подождите, подождите. Если бы спросили за штраусов, я про них все знаю. Я их поддерживал. Но вы же спросили про собак. Так, все, успокойтесь. Друзья, наше шоу продолжается. И впервые в истории игры со счетом 0-0 мы переходим во второй раунд. Прекрасно. Во втором туре у нас уже три категории. Виктор Федорович, обратите внимание. Я первый выбираю? Да. Сейчас я тебе работаю. Значит, выбирать категорию нужно со знанием дела, чтобы ты был как рыба в воде. Поэтому, значит, я выбираю близкую для себя категорию. Ага. Опера Мусорского. Не-не-не, Виктор Федорович. Опера Мусорского категория. А. А можно поменять категорию? Можно. Давайте я вам предложу. Ну, давайте. Ну, вторую категорию мы сразу опустим, да? Ну, просто от греха подальше, зная вас. Поэтому у нас остается только категория популярные песни. Ну, хорошо. Подходит? Итак, слушаем первую мелодию. Хоп-хэй, ла-ла-лей. Правильно, Виталий. Что правильно? Ну, где вопрос и где ответ. Так вот у меня вопрос, где ответ? Не, ну я понимаю, что это двух слов связать не может. Почему вы ему подыгрываете? Так, Виктор Федорович, не мешайте. Виталик, отлично идешь. Продолжаем? Да. Вторая мелодия. Слушаем. Да что такое? Шинанай, да опа, шинанай, шинанай. Шинанай, да шинанай, да опа, шинанай. Правильно. Стоп, подождите. Мы сюда пришли мелодию угадывать или этими заклинаниями обмениваться? Вы сейчас дочь вызовите. Так, Виталий удваивает очки. Класс. Остаемся в этой категории? Да, она мне нравится. Продолжаем. Третья мелодия. Слушаем. Да. Слушайте, ну хватит издеваться. Но человека столько лет били в голову. Но понятное дело, что ему, ну, немножко сложно. Вы посмотрите, он уже, он уже не разговаривает. Посмотрите, его уже просто корючит. Да он же показывает руками. Вызовите доктора. Смотрите, о, несите носилки. Да ну остановитесь. Это я вам обоим говорю сейчас. Так вы мне надоели, Виктор Федорович. Почему? Все, блиц-опрос. Отвечаем коротко, четко и ясно. Ясно? Коротко, четко. Виталий, я знаю пароль. Знаешь же, молчи дальше. Виктор Федорович. Да. В какой группе пела Надя Мейхер? Не знаю, давайте дальше. Ну, Надя Мейхер. Да мне похер, давайте дальше. Виталий, продолжите песню. На теплоходе музыка. Вивальди. Нет, на теплоходе музыка и... И танцы. Нет, музыка, игра... И грабли. Музыка играет, господи. Виктор Федорович, давайте лучше вы. Давайте. Отечественный мюзикл «Гусарская балла». Баланда. Слушай, я четыре рецепта знал. Мне знал, что есть «Гусарская». Так, сосредоточьтесь, я вас прошу. Давайте. Вопрос к обоим участникам. Внимание. Закончите детскую песню. Хорошо бродить по свету. С... Хм-хм-хм-хм-хм. За щекою. Вот это поворот. Я извиняюсь. А песня точно детская? Точно, конечно. Ведущий. А то, что вы сказали «Хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм». За щекою. Угу. Это вообще прелюдия. Говорить можно? Это нужно сказать. В этом задании заключается. Вот валит, а. Давайте подумаем. Давайте подумаем, Виктор Федорович. Хорошо бродить по свету. С... За щекою. Угу. Очень хорошо. Ничего хорошего я тут не вижу. Так, даю подсказку. Это как чупа-чупс, только у нас. Знаете что? Ну, во-первых, у нас с вами разные чупа-чупсы. А во-вторых, почему я должен знать, какой у вас? Вы что, издеваетесь, что ли? Это карамелькой. А, у вас чупа-чуп с карамелькой. Ну, простите, я не хотел вас обидеть. Так что мне это надоело. Внимание, финальный раунд. Давайте. Итак, Виталий, вы начинаете торги после моей подсказки. Давайте. Итак, песня о выставке картин, на которой встретились две молодые особы, одна из которых была вдвоем, но не со мной. Понятно. Я угадаю эту мелодию из семи нот. Я шести. А я с семи. А я с восьми. С каких восьми? Вы столь, правила не знаете? Угадывает тот, у кого меньше. А, ну да. Виктор Федорович, я не хочу вас обижать, конечно, но угадывать вам. У кого меньше нот, Виталий? А, нот. Тогда я угадаю с пяти. А я с четырех? А я с трех. А я с двух? А я с одной. А я с нуля? Угадывай. А, сдался чемпион? Давай, сейчас я его порву. С нуля? Да. Хорошо. Уже играет? Уже проиграла. Ух ты, я что-то пропустил. А можно еще раз повторить? Ну, это... Конечно, что ж мы зря оркестр тут держим. Давайте. Еще раз, можно? Ага. Что-то знакомое. Слушайте, а можете намекнуть, а? Хорошо, намекаю. Песня о том, как два известных исполнителя, Лайма Вайкуле и Валерий Леонтьев, встретились на вернисаже... Как-то раз. Правильно, Виталий. Наконец-то. Как кто? Что? Ну, на вернисаже, как... Как Тарас. Ага, Шевченко. Что Шевченко? Ну, Тарас. Не, Шевченко-то Андрей. А почему ты сказал Тарас? Точно. Ведущий, я меняю свой ответ на вернисаже, как Андрей. Какой Андрей? Шевченко. Кто такой Андрей Шевченко? Футболист. Здрасте, пожалуйста. Он же сказал Леонтьев. Так что, на вернисаже, как Андрей Леонтьев или же? Здрасте, ты что, идиот? Кто такой Андрей Леонтьев? Ведущий, можно я угадаю? Так вы уже угадали, Виталий. Я сейчас его угадаю с одного раза. Слышь, меломан. Я не меломан. Студия Гвардал 95. Евгений Гожевой, Юрий Крамов, Александр Бигалов. Спасибо. На заседании Верховной Рады депутата Илью Кива, скажем так, подловили за непристойным занятием. Назовем это кнопкодавством. Так вот, делал это он все во время телефонного разговора с абонентом королева красоты Одессы Юлия. Мы хотим показать это видео, но понимаем, что многим зрителям не понравятся некоторые жесткие моменты, поэтому именно эти моменты мы слегка размыли. Размыли нужные моменты, судя по всему. Ну, на самом деле Илья Кива рискует быть привлечен к уголовной ответственности, ведь будучи народным депутатом он оказывает давление на органы. К сожалению, Верховная Рада это не то место, где наши депутаты могут блеснуть своим интеллектуальным уровнем, но для этого есть вечерний квартал. Итак, встречайте, интеллектуальное шоу «Самый умный». Смотрим. Добрый вечер, друзья! Звучит знакомая музыка, это значит, что в эфире программа «Самый умный». И наш первый участник. Мэр Киева. Магистр интеллектуального клуба «Что, где, в смысле, как, аааа». Бессменный чемпион нашей программы. Обладатель «Хрустального мозга», а это сегодня наш главный приз, Виталий Кличко. Ваши аплодисменты. Здрасте. Виталий. А-а-а. А что это у вас в пакете? Это «Хрустальный мозг». Вы что, разбили кубок, что ли? Да, мы с Володькой прыгали по нему. Зачем? Мы все стеклянное так на прочность проверяем. Что? Ну, а теперь встречайте сегодняшнюю соперника Виталия, депутат Верховной Рады Илья Кива. Ваши аплодисменты. Да. Здорово! Виделись. Вернее, видели. Что ж, а прежде чем мы начнем, буквально пару вопросов. Да-да. Виталий, кто пришел поддержать сегодня вас? Значит, сегодня меня поддерживает моя правая рука заммэра Николая Сидорчук. Угу. Илья, а вас? Меня, допустим, поддерживает моя правая рука моя правая рука. Понятно. Что ж, напомню нашим зрителям и участникам правила игры. Да. В случае, если вы не знаете правильный ответ, вы можете воспользоваться подсказкой «Звонок другу». А можно, допустим, подруге? Можно и подруге. А можно ей, допустим, не звонить, а просто фоточку отослать? Ну, если это вам поможет, то можно, конечно. Ну, фотографируйте уже. Уже. Ну, могу с другого ракурса. Ну, отсылайте, что ли. Сейчас, секунду, подождите. Так. Юля. Конкурс красоты Одесса. Отправил. Замечательно. Что ж, можем начинать? Да, конечно. Итак, начинаем наш первый тур. Давайте. Блиц-опрос. Да. А, Виталий, по зребию начинайте вы. Да. Итак, внимание. Время. Да. Время, значит, время. Что такое время? Время. У меня украли часы недавно, поэтому я не могу знать, сколько время. А может быть, украли давно часы, потому что у меня нет часов, поэтому я не знаю, сколько время. Так, стоп, время. Виталик, еще раз. Это блиц. Блиц, понимаете? Ну. У вас будут максимально простые вопросы, поэтому сосредоточьтесь. Хорошо. И давайте начнем. Давайте. Готовы? Да. Поехали. Вид спорта, в котором вы стали чемпионом? Бокс. Правильно. Коробка по-английски? Бокс. Верно. Мужская прическа полу? Бокс. Да. Порода собак? Бокс. Бокс – это только часть слова? Бокстерьер? Нет. Бокс-чарка? Нет. Бокс-матинец? Тоже нет. Бокс-хуахуа? Виталик, ну подумайте. А! Это же кокер-спани-бокс. Точно. Да нет же, Виталий. Так. Подскажи, стоишь. Да другой рукой подскажи, что ты делаешь. Шо? Давайте я вам подскажу, Виталий. Ну. Итак, смотрите. Так. Порода собаки – бокс-йо. Ё-моё, вы же говорили, простые вопросы будут. Ты сосредоточьтесь. Ну. Осталась одна буква. Одна буква, да. Итак, бокс-йо. Бокс-йо. Какой бокс-йо? Одна буква, бокс-йо. Как делает мотоцикл? Ррр. А теперь всё вместе. Бокс-йо. Ррр. Правильно, боксёр. Фух. Вини-фух. Так остановитесь уже. Отдыхайте. Все, отлично. Илья, теперь ваша очередь. Вы готовы пройти Блиц-опрос? Конечно. Ничего себе. А Блиц-опрос готов пройти меня? Сейчас мы это узнаем. Давайте. Итак, начинаем Блиц. На Пасху красят. В яйца. Правильно. Кукушка подбрасывает чужие гнезда. В яйца. Верно. Карманная игра. Волк ловит. Послушайте, а у вас есть вопросы на другую тему? Давайте попробуем. Давайте. Полевые цветы синего цвета. Колокольчики. Верно. На колпаке орлики нависят. Бубенцы. Правильно. Знаменитого дизайнера Шанель звали? Коко. В точку. Когда люди гуляют без цели, они? Болтаются. Блестяще. Наружный покров рыбы. Чешу я. Там все видят, что чешешь ты. Ответ какой. Я ж говорю, чешу я. Это правильный ответ, Виталий. Продолжим. С каким звуком движется поезд? Чух-чух-чух. Правильно. Что правильно? Я еще не ответил. Дайте подумать. Чух-чух-чух. А, поезд движется со звуком ты-дых-ты-дых. Ты-дых-ты-дых. Какой ты-дых-ты-дых? Так, Илья, не морочите мне. Я ж просил не задавать вопросы на эту тему. Так, все. Прозвучал гонг. Это значит, что мы переходим во второй тур. Так. Внимание на экран, уважаемые участники. Что там? Выбирайте категорию. И, значит, у нас есть такие категории. Чешские писатели. Это какие? Наверное, которые пишут и чешут. Тогда не подходит. Хорошо. Давайте тогда другую возьмем. Вон, праздники июля. А можно уточнить? Да. Просто праздники июля. Или праздники июля конкурс красоты Одесса? Просто праздники июля. Тогда не подходит. Давайте, ну, что-нибудь другое. Виталий. Да. Какая вам нравится категория? Мне нравится категория города. Отлично. Итак, уважаемые участники, играем в города. Да. Виталий. Да. Вы начинаете. Я, наверное, никого не удивлю. Я же все-таки мэр столицы. Поэтому, конечно же, я скажу Сан-Франциско. Илья, вам на О. О. От Тава. Ты проиграл. Нет такого города. Почему, Виталий? Есть такой город. От Тава. Все правильно. Да. Вы что, серьезно? Да. Да это набор букв. От Тава. Что это такое? Я тоже так могу. Смотрите. Ан-та-на-на-ри-ву. Ан-та-на-на-ри-ву. Есть такой город, Виталий? Да ладно. Ничего себе. Ну, тогда тебе на У. У. У-рюпинск. Виталий, вам на К. Да я буду продолжать выдумывать. Что вы. Ку-ри-ти-ба. Ку-ри-ти-ба. Верно. Это город в Бразилии. Ку-ри-ти-ба. И этот балл уходит Виталию. Какую Виталию? Он мне должен идти, раз я угадаю. Объективно. Вам. Вам. Вам уходит балл, Виталий. Хорошо. Илья, играем дальше? Э, играем. Да я это вижу. Категорию выбирать будете? А, вы об этом. Ну, я тогда выбираю категорию сказочные персонажи. Прекрасно. Сказочные персонажи. Итак, внимание. Улыбчивый персонаж из книги «Алиса в стране чудес». Даю подсказку. Это Чеширский. А далее слово из трех букв. Ха. Из трех букв? Да. Ну, тогда это Чеширский. Первая буква К. Тогда я затрудняюсь ответить. Виталий, может, вы попробуете? Я попробую, конечно. Значит, Чеширский. Три буквы, первая буква К. Кий. Нет. Кит. Нет. Кол. Нет. Ком. Нет. Кот. Да. Кум. Нет. Кис. Нет. Коп. Стоп. Вы уже дали правильный ответ. Как? Так. Кит. Хватит. Кит. Да остановитесь вы уже, господи. Прозвучал гон. Второй тур заканчивается. Счет по-прежнему ничейный. И мы переходим к финальному раунду. Хорошо. В котором вам, уважаемые участники, придется угадать фильм по постеру. Хорошо. Давай. Внимание на экран. Мы готовы. Включите первый постер. А-а-а-а! Что такое? Какое страшное лицо! Какая страшная рука! Уберите это, пожалуйста. Уберите. Уберите. Уберите этот постер. Давайте следующий. Следующий постер. Вот, пожалуйста. Так. Я ж просил не давать вопросы на эту тему. Так. Так. Стоп. Да-да. Извините. Уберите этот тоже постер. Так. Давайте. Давайте следующий. Но это будет последний. Давайте. Вот, пожалуйста. Очень просто. Итак. Так. Давайте рассуждать логически. Что мы видим? Значит, лодка. Так. И два каких-то человека. Угу. По-моему, ответ очевиден. Это фильм «Трое в лодке, не считая собаки». Объективно. Ну, какое «Трое в лодке»? Там два человека. Ну. На «Третьей» где? Собаку выгуливает. Откуда я знаю? Да. Неправильно. Думайте дальше. Подождите. Думаю. Да. Господин ведущий. Секунду. Слышишь? Вот этот кораблик, вот он похож на «Титаник». Слышишь? Не сбивай меня. Я тебе еще раз говорю. Мы не кораблик угадываем. Мы угадываем кино. Давайте я дам вам подсказку. Давайте. Да. Я открою для вас несколько букв. Пожалуйста, откройте буквы. Вот, пожалуйста. Подождите. Я не могу сказать, что вы прям открыли для меня эти буквы. Я их и раньше знал. Причем все три. Я, кажется, понял. Давайте. Господин ведущий. А вода там холодная? Да. И они в ней, допустим, плавали? Совершенно верно. И это фильм? И этот фильм? А, Тит. У меня такая штука была. Нет. Не о Тит. Еще варианты. Так, надо думать. Секунду. Ну, думайте. А, я вспомнил. У меня такая обложка была на тетрадке. Вот, 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 вот. Итак, ваш ответ? Тит-ратка. Нет, это не тетрадка. Думайте дальше. Хорошо. Фильм для детей? Нет. Фильм для взрослых. Для взрослых? Может, титюли? Какие титюли? Вы что, издеваетесь, что ли? Смотрите. Там двое плыли на лодке. На этом корабле. Да. А корабль утонул. Ясен пень. Они бы еще меньше кораблик выбрали. Слышишь? Да ну в своем уме. Что? Это же фильм? Ти-та. Дри-та, Ти-та, Мара-ри-та. Да-да-да-да. Это ми-ми-ми-но, придурок. Какое ми-ми-но? Это титя. А вы что, ты что, идиоты, что ли? Ваши аплодисменты. Совсем недавно Виктор Медведчук сделал себе прививку от коронавируса российской вакциной. Так сказать, рука Кремля очередной раз использовала руку Медведчука. Давайте посмотрим, как это было. Так, идемте, идемте, идемте. Виктор Владимирович, проходим, присаживаемся. Скажите, а вакцина точно безопасная? Безопасная, безопасная, не бойтесь. Я не то чтобы боюсь, я просто давайте, может, перестрахуемся на всякий случай. Все службы на месте? Да все, все на месте. Ну не нервничайте вы так. Ну давайте проверим. Вот смотрите, милиция на месте? На месте. Пожарные есть? Есть пожарные, да. Врачи есть? Есть врачи. ФСБ есть? Есть. Извините, никак не могу привыкнуть. Ну вот видите, все есть. Все есть, все на месте. Ну и нас все на месте, давайте. 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 Замечательно. Куда колем? Не знаю, давайте, давайте вот, вот в него давайте уколите и все. Так, так а ну разошлись, ну что стоим-то? Зачем вы их выгнали? Хватит помогать. Не уходите, не оставляйте меня одного. Виктор Владимирович, я вижу, вы нервничаете все-таки. Ну давайте так, давайте, вот чтобы вам было спокойнее, давайте позвоним просто тому, кто уже колол эту вакцину. Кому? Ну я не знаю, Путину, к примеру. Вы ж можете. Вы что, думаете, что он колол? Я вас прошу. Заодно и узнаем. Ну хорошо. Ну давай. Сейчас. Алло, Вова, ты колол? Да то, что ботокс колол, я в курсе. Вакцину колол? Ага, ну и как? Понял. Ну? Успокоились? Ну? Давайте. Можем? Можем. Замечательно. Тем более, что вакцина, во. Между прочим, разработка Челябинского КБ. Сереж, заноси. Ух ты, если стоять, Сережа. Тихо, спокойно. Доктор, что это такое? Вы что, с ума сойти? Что это происходит? Вакцина от коронавируса, спутник 5. Какая-то странная у вас вакцинация. Нормальная вакцина. Сереж, кали, давай. Не надо, ты стоять, Сережа, спокойно. Отошел. Отойди и сказал. Подожди. Доктор, ну давайте начнем с чего-то другого. Господи, ну хорошо, давайте с формальности каких-нибудь. Давайте. Начнем. Заполним анкету. Ну, другое дело. Итак, анкетка у нас. Имя? Виктор. Отчество? Владимир Владимирович. Виктор Владимир Владимирович. Родители не выбирают. Ясно. Семейное положение? Кум Путина. Гражданство? Пророссийское. Угу. Рост, вес? Будстрой. Что Будстрой? Рост, вес, Будстрой. У меня компания такая есть. Кстати, откуда вы о ней знаете? Да я про ваш рост спрашиваю. А, метр семьдесят четыре. А рядом с Путиным? Метр пятьдесят. Угу, понятно. Ну вот и замечательно. Формальности соблюли. Анкетку заполнили. Сереж, Кали. Стоять тихо, спокойно. Это шел на два шага. Не видишь? Доктор потерял, ищет что-то. Да, кстати, не могу найти ватку. У вас случайно ваты нет? Здравствуйте, у меня в ВПЗЖ одна вата. А, вы не про ту вату, вы в смысле про медицинскую. Значит, нет, ну и ладно. Мы обойдемся без обработки. Больше заразы, чем сама вакцина, не занесем, да? Чего? А, ничего, 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 да. Сереж, Кали давай. Подождите, стоять, спокойно. Зачем, зачем в меня это кого-то, скажи? Хорошо, давайте на ком-нибудь другом испытаем, а? На ком? Да не знаю, ну, на собаке какой-нибудь испробуем. Точно. Сейчас. Что? Кива, зайди. Я прошу прощения. Вызывали мое почтение? Я прошу прощения. Тебе надо уколоться. Господи, не партия, а мечта. Ни на секунду не пожалел, что к вам присоединился. Уважаемый лидер партии, держите краба. Садитесь в кресло и делай. Все же говорит доктор, давай. Как скажете, конечно. Оголите руку и поработайте кулачком. Я прошу прощения. Я просто недавно только поработал. Можно хотя бы минут через 15? Что, придурок или что? Он не это имеет в виду. Доктор хочет на тебе протестировать вакцину от коронавируса. Я прошу прощения. Сереж, Кали. Я прошу прощения. Скажите, пожалуйста, а от этой вакцины будут какие-нибудь там, ну, побочные эффекты? Ну, там, головокружение, например, или там, аллюцинации какие-то. Зуд в области кармана, понимаете, да, Семен? Не должны. Жалко. Тогда я пошел, я прошу прощения. Куда? Подождите. А испытать вакцину? А смысл? Я прошу прощения, извини. Ну да. Все-таки, Виктор Владимирович, придется вам. Садитесь. Правда, есть еще один маленький нюанс. Какой? А, ну, значит, смотрите. После вакцины у вас пропадут запахи и вкус. Подождите, я сейчас ничего не пойму. То есть побочка вакцины от коронавируса – это и есть коронавирус? Не совсем. После коронавируса могут вкус и запахи пропасть, а могут и не пропасть. А после нашей вакцины точно пропадут. Но вам это не грозит. Хорошо. Вы ее на ком-то тестировали? Конечно. Конечно. А вот смотрите, одному пациенту мы вкололи вакцину, а другому… Плацебо? Не, новичок. Кстати, пациент с новичком прожил намного дольше. Это тихо, тихо. Ну, шучу я. Шучу, не нервничайте. На крысах лабораторных испытывали, конечно. Да? Да. И как крысы? Отлично крысы. Точно? Да точно. Точно все в порядке. Все живы, здоровы, сидят, хвостами стену сверлят. Ого! Поздравляю, поздравляю. Пацина «Спутник-5» пристыковалась. Ой, больно, Сережа, ты скотина. Подождите, а почему он называется «Спутник-5»? Да потому что вы только пятый, кому мы ее вкололи. А предыдущие четверо? А, ну, смотрите, значит, первая крыса сдохла, вторая сутки продержалась, потом сдохла, так, третья мутировала, а вот обезьяна сдохла. Подождите, при чем тут обезьяна? Вы же на крысах все это проверяли. Так, третья крыса в обезьяну мутировала. Кстати, вы банан не хотите? Нет, не хочу. Ох ты, емое. Что такое? Ой-ой-ой, ноги подкосились, я ничего не вижу, доктор, у меня проблемы со зрением, что происходит? Зрение сейчас проверим. Пальцы видите? Да. А на Донбассе российскую агрессию видите? Нет. Ну, это не показатель, я и раньше ее не видел. Значит, все протекает нормально. Я вам не верю, доктор. Господи, боже мой. Ну, не верите мне, ну, поговорите с разработчиком вакцины, позовите лаборанта Павлова. Сейчас, Виктор, сейчас. А, что, началось-то опять, я не понимаю, у меня лабораторные исследования, у меня, между прочим. Здрасте, вакцина безопасная? А, говорите громче, я плохо слышу вас. У вас что, ухо на ладони или что? А, что такое? Да? Ухо на ладони, что вас смущает, я не понимаю? Меня смущает то, что чувак, который придумал вакцину от коронавируса, у него ухо на ладони. Вот что меня смущает. Понятно? Так, тихо, тихо. Какой-то вы слишком нервные. Давайте-ка я вас осмотрю. Футболочку поднимите. Да подождите, что у вас там глаз? Да тебе не надо меня осматривать. О, извините. У вас что там, нос? Нос, нормальный нос, 43-го размера. Да не переживайте вы так, все будет хорошо. Это вы сейчас ртом сказали? Нет, блин, задницей. О, боже, доктор, выгоните его отсюда, идите отсюда, я вас очень прошу. Придурок какой. Тихо, 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 тихо. Я все слышу. Да идите уже, господи, доктор, я умираю, доктор, помогите мне. Виктор Владимирович, ну успокойтесь, расслабьтесь, это был эксперимент. Какой эксперимент? Ну, понимаете, мы решили не рисковать и вкололи вам плацебо. Зачем? Ну, понимаете, дело в том, что там решили, что вы нам еще пригодитесь. Служу советскому... Или как мы сейчас там называемся, забыл. Спасибо, доктор, спасибо. Не зря партбилет не выбросил, не зря. Виктор Владимирович, не страшно, давайте успокоимся. Ну что же, мы продолжаем. И в вечернем квартале наша постоянная и, надеюсь, ваша любимая рубрика «Встречи со звездой» на стрепском телевидении. Встречайте ее постоянные ведущие Тринко Бринч. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие теленоблюдашники. И в эфире музыкально-децибельно программу «Ленавральна» звездоение ведущего Тринко Бринч. Еще аплодушки. Наша программушка такой длинный час не мозолила ваши глупоглазые, что я даже пару раз преуспел вскучнуть. Чешется запросить вас на многократную извинячку. За такой простой. В мене была мощная уважачна причина. Мне было допадли работать, я был на речке и пинал буи. А зараз давайте мощными рукохлопами взбудоражим себя и мы, ребята, запросим на сцену нашу звезданутую приблуду. Зустречайте сладколица, горлодролица Злата Огневич! Добрый вечерочек, Злата. Дозвольте лобызнуть вам коборячку. Беляш кушали, да? Окей, добрый. Вместе с вами. Да. Парканите Кардашьян, погоняем балабола. Так. Значит, сразу чешется распытать, чимаете вы ухажерца? Че лохматите с хохальком, чиматросите по кабельках? Я все поняла. Маю. Маю ухажерца. Так, добрый. Я просто имел хотелку запредложить вам мутануть по беспределу с сербским ловелазом. С вами? Ясный штрих, что со мной, конечно. Иначе кличут сербский бредписич. О, пладучки! Да. На жаль, я кто чешет нас в сербии не с нашей пружкой. До слова, Злата Огневич, что сильно схожи на сербское имидж, как-то фамилица. Вы не сербка? Злата Огневич – это мой творческий псевдоним. Тобто так накорябанно в паспортишке, правда? Уже да. Доброе. Ну, тогда чешется вам поведать, что вы шишечку притупили, бо у нас в сербии маются больше милозвучные погоняльца. Давайте так, я вам запредложу двойку-тройку погремух. Может, кто из них вам будет мощней до сердца, неж Злата Огневич. Доброе? Доброе. Доброе. Шишко-торчич. Нет? Нет. Дырка-зубич. Нет? Нет. Бутафорич. Нет. Бракобесич. Шкода-фабич. Мантучешич. Мазафакич. Легко-сдобыч. Нет? Нет, 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 нет. Просто Злата Огневич. Доброе. Я к нас забыл оболит на нич и судильки. Нич, а зраз в нас рекламованный перекурчик. Головным баблометателем нашей программушки есть элитная наливайка Бухарест. Наливайка Бухарест, только элитный алкогольный намешалки. Красновато Мэри, пена с коладой, штрик на пляже. Наливайка Бухарест, уподобься свиноматке. Наш постоянный партнер – Европейское работодательное агентство. Задолбало нищебродить в Сербии, мотнись в Европу. Европейское работодательное агентство. Тереби клубничку в Польше. Возводи халабулы, полоскай хрича в Италии. Оп, ладушки, эй, эй. Возмернемся до златы, перекинемся до наступной темки. Звезданутое ногудрыжество. Это что такое? Это, по-вашему, танцы зерками. Это проект, да? Звездопляски по-нашему, да. Не секретит, что звезданутые плясуны не противлятся подергать партнерца за гормон. Так сказать, поделозить за паркетом. Славнозвестный из странулаз и мироблуд Дима Комаров даже обженился на своей партнерке и израз официально жалит мисс Украина. А то и ваш партнерец Женька Жук, то есть мощно липовидный ногодрык. А был промеж вами искромет? Давайте по чесноку. Жучились с жучком? Ну, конечно, вы хотите услышать ответ «да». Но я люблю бабочек больше, чем жучков. Чем жучков боюсь. А Женька с чатой жук, да. Такова прошелка. Чи не чешется вам светануть табличкой в киношке? Например, развезданутый рэпомютный словомет «Потап» разом с гномовидным шапконосом «Монатиком»? Светанули хлеборезки в скаженном веселье? Дедовидный горлопан Дзидзе нахлобучил глядача на контрабас. Даже Олька Полячиха в свингернутом фильме «Це» раздвигала шлепки. Чего вы поджидаете? Я уже согласна. Да. Доброе. А для того, чтобы мы дальше могли в нашей программушке гонять балабула, я кину благодарку нашим спонсорованным деньгодавцам. Программушка «Оральная звезда» кланяется в чресла минеральной помогалки для растений «Катяшок». Взбодри урожай, разбросай, Катяшок. А також мы отбиваем поклон кремовидной харе-втиралке для женщин «Надежда». Чешется мужичка? Натрись надеждой. Ще один наш баблометач – сетчатка белградских ресторанов «Едало». Будешь в Белграде – заедь в «Едало». Доброе. Ще болтается запыташка до вашего песня «Медства». Какие планы мотаются на вашем передке? Самые лучшие творческие планы у меня выйдет видео, новый альбом, тур Украиною, який называется «Чекай». Ну, то долгосрачный перспектив, а в близкосрачном что бы, дорогие мужички и томатки, облазайте кнешлифплесками для вас горланит Златан Ибрагимович. Повстречайте лукохропами Злата Огневич. Сергей вернулся с заработков из Польши на день раньше и застал свою жену за заработками в Украине. Как вы понимаете, никто не застрахован от измены, даже наша кварталовская семья. Посмотрим. Дорогая, я дома, дорогая. Женечка, Женечка, я тебе сейчас все объясню, это не то, что ты подумал. Я как раз то подумал, Лена. Я знал, что когда-нибудь наступит этот момент, и я застану вас в постели, Лена, с любовником. Ну все. Жень, я прошу тебя. Наконец-то настал этот день. Вылазь, я сейчас тебя бить буду. Ты, давай. Здрасте. Здрасте, извините, что я побеспокоил, отдыхайте. Это что? Жень, успокойся. Это Усусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусусус Знаете, я сейчас сам все объясню, Лен, отойди. Отойди. Здравствуйте, Александр. Извините. Отвлекаю вас от отдыха. Хочу просто все объяснить. Знаете, это моя вина. Получилось тогда. Пришел раньше с работы, не предупредил, мог бы позвонить. Может, и сверхурочным бы остался, конечно. Вы не против? Я вещи свои заберу. Они на вас все равно малые будут. Золото оставлю. Золото по праву ваше. Вы олимпийский чемпион. Да. Кстати, поздравляю вас с победой. Ленка, конечно, первая, кто вас с победой поздравил. Женя. Что? А ты у меня, оказывается, мировая жена, Лен. Ты у меня легенда. В смысле легенда? Никто Усика не смог завалить, а ты бас его и завалила, посмотри. Женя, я напомню. Ты вообще-то мой муж. Это все, что ты хочешь мне сказать? Я нет, Лена. Я этого так не оставлю. Я это. Мужикам буду рассказывать. Блин, они же не поверят. Можешь лечь рядом с Сашей? Я вас сфоткаю. Жень, ну ты что, с ума сошел, а? Ну ты, может, сделаешь что-нибудь в конце концов, а? А я сейчас сделаю. Сейчас я все сделаю. Сейчас я сделаю бутерброды для Сани с колбасой. Столько калорий человек потратил. Конечно, естественно. Женя, ну ты понимаешь, ты застукал свою жену с любовником. Александр, Александр. А вы, кстати, не обижайтесь, что вам Лена до этого со мной изменяла, не? Что? Женя. Женя, он спал с твоей женой. Ах, Александр. Два раза мою семью осчастливили, а? Сначала ставка на вас сыграла, теперь жене. Подфартило. Какой-то. Я вообще ничего не понимаю, а? Ты, может, расцелуешь его еще. А может, и расцелую, Лена. А может, и расцелую. Сейчас. Мы же вроде как семья уже. На коммуналку скинешься? Не вопрос. Не вопрос. Вот, видишь, человек такой. Мне интересно, как давно я близко к легенде мирового бокса? Полгода. Полгода. Ты бездушная женщина, Лена. Полгода скрывать от мужа такой успех. Какой успех есть? А я думаю, что ты в последнее время как бабочка порхаешь, а? Теперь пазлы в моей голове сложились. Это когда я тебе неделю-две назад звонил, ты говорила, я не могу говорить, я в трамвае, я в трамвае. Это его медали звенели, оказывается. Господи, боже мой. Вы еще долго собираетесь отношения выяснять? А что? А что? Я на второй раунд рассчитываю. Понял, удаляюсь. Удаляюсь. Спокойно. Куда ты удаляешься, а? Что? Может, ты все-таки пойдешь и поговоришь с ним как-то, я не знаю, по-мужски, а? По-мужски поговори. Да я же мужичок необщительный, Лена. Ты знаешь, ну было и было. Ну будет и будет. А ну-ка, давай быстро. Давай. Соберись, пошел и поговорил, Женя, в конце концов, давай. Иди сюда. Да. 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 Знаешь, что я с такими, как ты, делаю? Что? Уважаю, понял, бра? Чемпион, красава, братан. Молодец. Все, я поговорил. А теперь врежь ему. Давай. Да ты хочешь, чтобы я его ударил в нем сто килограмм, Лена? Ну и что? Тебе тоже сто? Да, но он свои сто тренировал, а я свои даже не хотел. Женя, ты тряпка, а? Женя, ты что, девочка? Ты давай как-то свою мужскую честь отстаивай, Саша. Саша, готовьтесь. Сейчас мой муж вас бить будет. Давай. Тихо, тихо, спокойно. Значит, я понял. Я звоню гробовщику и заказываю гроб метр восемьдесят семь. Я правильно понимаю? Я вообще-то метр девяносто. А я метр восемьдесят семь. Я правильно понимаю? Да деритесь уже. Да не надо. Спокуха, тихо, спокойно. Саша, смотрите, если я сейчас лягу в нокаут и не выйду оттуда секунд через десять, это не значит, что вы меня вот так сильно ударили. Возможно, возможно, мне там просто лучше, чем в сознании. Возможно, я на принцип пошел. Возможно, я не хочу оттуда выходить. Бокс, тихо! Стоять, спокойно. Тихо. Я знаю, что вы человек верующий, Александр. Да. Богу через меня ничего не хотите передать? Слушай, мужик, передай, что у тебя очень красивая жена. Красивая жена, да, была. Что значит была? Я и сейчас твоя жена? Молчи, женщина, когда мужчина со мной разговаривает. Да-да, и что? Давайте вы тут разбирайтесь, а я, наверное, поеду. Куда ты поедешь? Куда ты поедешь? Поедешь, когда я тебе скажу? Там пробки просто. Поедешь, когда я скажу, и Uber Black тебе вызову карточки к моей привязанной. Он поедет, он там пробки, он говорит, поедет, ты слышала? Шутник какой. Женя! Ну что ты, ну что ты так ничего и не понял, Жень? Что? Ну я Сашу специально подговорила, чтобы он немножко мне подыграл. Жень, да я просто не знаю уже, что делать, чтобы хоть как-то заставить тебя ревновать, а? Жень, ну ты что, я тебе смс-ки пишу, вот эти, я тебя люблю, а потом сразу, извините, ошиблась номером. Ты не понимаешь, Жень? Я тебя чужими мужскими именами называю, ты не замечаешь? Да что там именами? Сразу в лоб фамилии, имени, мочеством чужим. Жень, а засосы? Засосы постоянно. Ты думаешь, это легко самой себе на собственной шее засосы ставить? Жень. То есть я сейчас не понял, Лен? Ты что, с ним не спала? Ну нет, конечно. А вот это вам? Саша, я тебя никогда не прощу. Женя! Иди сюда, Саша. Женя! Иди сюда, отец Каса. Саша! Я бесплатно не бью людей. Саша, не бойтесь, не бойтесь. Дорогие друзья, у нас в вечернем квартале сегодня был Александр Усик. Жека, прости! Слава Богу! Идорокровец, Евгений Кашево и Александр Усик! Спасибо! Спасибо, с наступающим! Субтитры подогнал «Симон»!